У вас здесь скольки малая соску сосала? Будет ли нас кто-нибудь встречать? Вообще интересно. Давайте открою, покажу. Красота. Ой, мамочки родные. Скупая женская слеза Сильгина покатилась. Я не смогу просто лицемерить, так и говорить. Ой, она вам хорошо идёт. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой и Дэнни. А он в шапке, потому что мы уже собираемся выходить. Сегодня мы с братом приходили в мой офис, в мой шоурум, в мой магазин, как сказать, не знаю. Доделывали последние штрихи, и на следующей неделе я уже начну активную работу. Ой, а что я в очках-то? Ну-ка покажи глаза, мам, скажи. Чё ты без глаз? Глаза спрятала. Вот, да, всё уже начну фотографировать, поэтому здесь я оставлю ссылку на свой инстаграм, магазин именно, чтобы вы не пропустили. Думаю, что я буду отправлять по России, да, если кому-то нужно будет. Там договоримся и решим. Делаю сейчас уже очень много, нашла поставщиков интересных, очень много интересных моделей. Жду сейчас заказы, все эти будут. Пока я всё выложу, то, что есть у меня в наличии, то, что я продаю. Что я буду продавать в магазине. Я потом отдельное видео сделаю, открытие. Сниму, там, девчонок приглашу. Не буду слишком много делать приглашений, дабы, потому что небольшой магазинчик, все не поместятся. Потом буду всех встречать по отдельности. Всё, короче, мы идём на шашлыки. Ссылку здесь оставлю, можете уже подписываться и следить за новинками, которые будут. А мы на шашлыки. И всех, кстати, с праздником уже, наверное, будет прошедшим, когда я выложу это видео. И вот мы и в машинке. Все готовы к отъезду? Угу. Угу. Так, Денька соска, потому что она будет спать. Да почему я всё время говорю, что соска соска? У вас до скольки малая соску сосала? Настя, до скольки ты сосала соску? Скажи, я ей до сих пор не прочь соску посушать, да? Да нет, я не помню. Соску не буду прочь сосать. Больше не будет. До двух? Я не помню. Где-то, наверное, там около двух было. Просто мне все делают жемчай. О, такой большой с соской. Я сама, честно говоря, я не люблю, когда вижу больших детей, особенно мальчиков, не знаю, мальчики, да? И они соска. Ну, уже взрослые, уже осознанные глаза. Да, два года с чем-то было. Как-то не очень, да, это смотрится. Но девчонки реально, вот даже мама моя говорит, ну, если ребёнок не засыпает, если он сейчас начинает, допустим, нервничать, да? Ну, дайте вы ему сосочку там, чтобы нервы поберечь. Мамка моя говорит, она это, лучше, чтобы был спокойный ребёнок, рано или поздно всё равно её бросит. Понятно, что некрасиво смотрится. Пошла она в садик, сосала соску, там она перестала сосать соску в тихий час. И всё, и дома тоже мы её спрятали, и всё. Ну, всё. Пару дней она её искала. Мы искали, в садике забыли, и всё. Постепенно, правильно? А у меня он не заснёт, она будет её мучиться. Не, ну мы забыли, сказали. Ну, потом заберём, заберём. Ну, к двум годам и бросим, обещаем. Видали, как мы едем? Ну, пошли в Ашане уже возьмём, всё. Смотри, как Настенька. Атенька сидит такой. Режух уже спать хочет. Покупки. Мы сделали покупки себе. В Ашан, в Ашан едет. Наши малыши карандаши уснули вдвоём. И на самом деле, это большое счастье, когда дети засыпают вовремя. Я раздела сейчас всё, чтобы они не запарились. Сейчас пофоткась в Инстаграм. Брат пошёл за живым пивом пока. Мы приехали. Будет ли нас кто-нибудь встречать вообще интересненько? Чё-то никого нет. А чё-то никого нет. Где наш крестик-нолик? Наш мегаблогер. Где наш мегаблогер? Окей. А чё-то нас никто не встречает. Крестик-нолик. Я не поняла. Походу, мы нежеланные гости. Вау! Да, он незваный. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это лик срешной. Смотрите, новая помада. Ты экспериментирщик? Здрасте, Татя. Присося с ней. Да, Лис, Иванов. Красиво. Губы, я думаю, что-то... Что-то с губами. Я думала, Ля, не то. Какие-то пухленькие. Я просто... Да они у меня выросли просто за этим. Круто, кстати, что это. Вот так, ну, качать вот так. Упражнение покажу. И что сделаем? вес выгребай короче продукты и малые пока спят мы можем пофоткаться опачки очередные очередное семейство приехала но и бьюрифул елена а наши малые спят в машине уже минут 40 наверное да еще и да я дежурю видалик пошел уже разогревать мясо на сковородке разогревать не он только начал разжигать все это дело так что нож к нему присоединиться но этот ветерок как бы чуть-чуть есть так если он пойдет внутрь что там у тебя покажи что это ужасные страшные игрушки покажи статьи я уже одного забил настоящего настоящего и чего я вдруг вылезет не что христос воскресе говорят его тоже с двумя пакетами мы тоже там короче же ломится стол просто заходить заходите то кристина последнее приготовление вес уже кола с виски до виски кола виктория у нас на это моральная поддержка дети наши смотрите смотрите как у нас вообще на самом деле жарко это вот кири только-только отдел вот для на раздета последнее приготовление наш стол на улице тут жара на самом деле я хоть и в свитере кирину не снимай пока мама же тебя отдела сказала не надо шашлычок у нас шашлычок свининный этим давайте открою покажу красота слепота сыр офигенский так а где дэня моего где мой мальчик и дима сладкий ой 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 короче соленье все такое очень красиво природа одевайся ки и она покажи какая ты красавица ой мамочки родный сама накрасила и чё ты теперь на свидание папа поцелуй папа сразу как иди поцелуй папа ну папа покажи она тебя так поцеловала профессионально ничего не оставила а нам снежка нам снежна анастасия без дать и рубли что ты ешь знаете сыр сэр мать и сыр сэр будьте еще максимально сыра максимально сыр возьми и больше нельзя и нам тоже хватит пацан сам решит когда хватит попа анастасия чтобы без тебя делала собака вообще отошла это она как на кого-то гавкаешь блин тебя кормят отходи оттуда и за причем я снимала его так вот сижу как там ног не видно ну согнутая да ну ты же бабушка так смотри мы тебя сняли с кривой теперь давай выпрямилась быстро на камеру все ты все ты поняла когда совесть молодая девушка красивая а то получается спина колесом давай даже на камеру видите усталость на скупая женская слеза сельгина покатилась невидимо подожди ребенок в шубе гоняет мяч настя а ты что больше любишь сыр или мясо насть сыр а любишь больше маму или папу вот я в детстве не любила когда ты могла бы при папе так не говори ты папа любишь и маму одинаково да вот это правильный вопрос теперь знаешь что она мама любит больше делала с ней целыми днями скажи я папу и маму люблю одинаково одинаково чувствую что-то навязывают ребенку ой крис давай сядь как ты сидела до этого а то меня скрючено сняла и вот так все руку а где мой ребенок ползет по лестнице что кристина курит кристина что за сигареты вы курите покажите пожалуйста это я недавно это смотрела слышишь как его называют в инстаграме кусочек типа богиня в этом красоты но так короче девчонка ей такая и какой-то женщине говорит что они там мелко посажены брови да то что такое вот ты на ночь похоже ты говори холопа чудо сидите с вами богиня разговаривать вообще об этом говорите вот мы и отправляемся от крестинки пока покидают родные края димбеля 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 ты чё накурилась в сигарет и куда они изгляни всюду силькины дни все спаска все мы выезжаем на улице же похолодало к вечеру я уже устала хочу сказать вот мы и дома первым делом как только прихожу домой сразу включаю телевизор там нас мультики потому что для меня вот ощущение уюта кстати дома это телевизор в первую очередь вообще я без телевизора ну не могу какая-то тишина как будто я только пришла если вот телевизор не включен как бы вообще непонятное ощущение в доме когда не включен телевизор хотя бы на заднем плане дэня достал печеньку еще такие печеньки не ел кстати днем было очень хорошо под вечер уже знаете как-то незаметно от жары такой что прям печет солнце да стало холодать холодать и ветерок и в итоге я сейчас пришла не знаю день по мне конечно бегал там но я его не стал там одевать шапку и куртку теплую но я его постоянно поддевала поддевала и девчонки на самом деле сейчас очень опасное время вот именно раздеваться не спешите раздеваться сейчас очень опасно можно простыть я щас пришла у меня ноздря одна плохо короче короче я говорила уже что у меня малой вроде как заболел но он по температуре лазит день и потом я заболела через три дня но как бы чувствую горло все дела и я вот лечусь я уже показывала свои ну стандартные то есть можно к врачу сейчас не ходили я уже знаю все лекарства стандартные которыми нужно лечить ребенка и даже независимо что это ну простуда там вирусная или знаете грипп там типа одну тему нам прописывают короче какое-то универсальное лечение и себя я тем же самым лечу и пока что все хорошо было мне ребенок как бы на ноги становится за два дня максимум вот ну короче он выздоровела я заболела и короче надо его не целовать все мы пришли очень безумно сильно устала сейчас я выпью немесил то есть для меня немесил хоть и говорят это такое серьезное средство но оно самое приятное из вот этих всех да я его выпиваю и мне становится легче ну и анаферон профилактика опять напихал полный рот давай сюда печеньки крошки мои уложила пацана ни одна ноздря не дышит короче сейчас не месила намешала кстати режим кто спрашивал нас постоянно меняется но я очень рада когда малыш у меня встает часов девять полдевятого сегодня меня разбудил ложится также в 9 так что полдевятого уже он спал если буду лечиться срочно пить всякие лекарства монтировать для вас видео хочу сделать этот влог такой отдельный коротенький именно вот как и правило пасху там да вот один день из жизни вот так можно назвать да практически все снимала в этот день кто-то мне кстати говорил что очень любит когда я на кухне вот так тихонечко записываю вот для тех кто это любит дальше что еще да татуаж я обновила вот прям темненькие такие мне нравятся то есть мне их не нужно было делать потому что очень часто спрашивают зачем ты делала опять татуаж неужели он так временно или там надо нет его не надо было сделать у меня все было хорошо просто прошло уже достаточно времени и в принципе как бы можно сделать я решила сделать потемнее вот но он сейчас еще не такой он еще в эту корочку еще даже не слазит так он будет чуть-чуть посветлее ну как раз то что надо хотя мне так нравится им под волосы кстати новый цвет волос мне что-то в нем есть он мне прям нравится знаете вроде хочу такая поярче а вроде смотрю в зеркало себе думаю прям прикольный он какой-то такой натуральный что ли что-то в нем есть короче с ним погода немного вот что еще хотел сказать скорее жду пока откроется магазин когда я смогу уже выставлять все это мне на самом деле очень нравится очень нравится заниматься закупкой искать какие-то товары интересные и знаете я буду продавать в своем магазине только то что сама бы отдела и что сама бы носила то есть в моем стиле мне очень сложно я заметила покупать какие-то вещи в магазин который я бы не одела и которые мне не нравится то есть ну представляете приходит ко мне в магазин человек а я такая ему он типа ну советуйте чего-нибудь вот мне идет или не идет а мне вообще например эта вещь не нравится да я не смогу просто лицемерить так как говорить ой она вам хорошо идет сейчас я на самом деле открыла магазин вот это я буду еще говорить наверное на открытии но так вам скажу потому что вложи какой-то маленький получается ну скажу здесь не для того чтобы прям супер мега зарабатывать деньги на самом деле а я его скорее открыла для души я давно хотела офис хотела место где бы я снимала видео сейчас я работаю над звуком над оформлением там вот все внутри а то есть хочу в разных тоже ракурсах там снимать что-то лукбуки какие-то делать то есть но со временем я над всем этим поработаю но я рада что есть какое-то пространство мое да я на такое пространство достаточно уютное то есть там диванчик у меня но в общем увидите все да то можно отдыхать если что-то в деньку положить спать и мы будем очень часто с деньгой проводить там время вот то есть я бы хотела там монтировать снимать как бы да вот все вот этого делать как как на работу ходить но это так как бы второе дома да и то есть цель не заработать там конкретные деньги какие-то ну на этом особо много и не заработаешь принципе я так думаю вот а скорее для души поэтому я хочу попробовать начать именно с того что не все подряд продавать там да а то что мне например нравится бывают какие-то вещи которые вот мне очень нравится но у меня внутри там диссонансы какие-то происходят да вот я думаю пойдет не пойдет то есть ну и мне такое очень хотелось бы носить но я бы не одел по каким-то своим причинам короче буду выставлять посты в своем магазине по аккаунте в инстаграме да и спрашивать что-то под заказ может быть что я сомневаюсь брать да если прям много девочек хочет что такое я могу взять потому что есть интересные вещи на самом деле находки какие-то такие за недорогие деньги мне казалось бы было бы очень круто вот одеть ростов красиво ярко модно как-то вот ну и посмотреть и вообще мне много разных идей что можно было бы делать в этом офисе приглашать к себе моих подписчицы что-то вместе с ними делать снимать кто захочет ну короче есть идеи на самом деле эту идею давным-давно подсказал мне мой любимый он говорит слушай вот надо снять офис короче я вот так вот вижу что у тебя вот так но это потом подойти и рассказывать не буду сейчас рассказывать быть сюрпризом типа хорошая идея но сейчас вместе с тем что есть пространство свое можно это делать но пока что там будет магазин я поняла короче что мне это очень нравится делать короче ковыряться вставать рано и искать поставщиков хороших каких-то там все это выбирать отбирать я такая целомая целомая прям короче это мое детище реально короче да ссылку я оставлю на магазин вот что буду прощаться потому что сейчас в принципе я пью лекарства малой спит я монтирую видео все сериал я начала смотреть табу вы знаете мнение конкретно разделились почему я начала его смотреть потому что мне конкретно разделились одни говорят это вообще какой-то ужас вообще что-то вообще бред там нет сюжета сюжет какой-то бредовый да хоть там и снимается том харди много классных актеров при этом типа сюжет вообще говно говно а кто-то говорит посмотри табу это такой шедевр представляете и кто-то там в эфире прямом поддержали даже сюда да это это шедевр посмотри короче я решила свое мнение какое-то сделать но сейчас я уже начала вторую серию смотреть в принципе любопытненько пока ничего не понятненько но любопытненько пока что ничего не могу сказать ни на одну не на другую точку зрения не перейти вот чё еще ну все наверное будем прощаться я вас люблю целую вот увидимся в следующем видео а